Добрый день с новостями. К этому часу Алия Битова. Коротко о главных событиях дня. В Бишкеке произошла авария на ТЭЦ. Сколько человек пострадало и когда устранят последствия? Познакомились в соцсетях. В Шымкенте парень из Мангистау похитил девушку. Будь готов! Как в Алматы проходят сейсмотренировки для студентов и школьников? АВАРИЮ на Бишкекской ТЭЦ устранят за 2-3 дня. Такое обещание дал вице-министр энергетики Кыргызстана Насипек Керимов. Напомню, в ночь на 2 февраля в Бишкеке произошел взрыв на ТЭЦ. Пострадали 5 человек. Они попали в больницу с тяжелыми ожогами. Во многих жилых домах, расположенных в южной части Кыргызстанской столицы, до сих пор нет отопления. Школы и детсады города перевели на онлайн-обучение. Премьер-министр страны Акубек Жапаров в экстренном порядке прервал визит в Алматы и отправился в Бишкек. Сейчас отопительная система там работает в режиме рециркуляции. Это необходимо, чтобы она не замерзла. Проблем с электроснабжением в городе нет. МЧС Республики рассматривает версию о том, что причиной аварии на ТЭЦ могла стать диверсия. В Шемкенте арестовали парня, похитившего практикантку медучреждения. Им оказался 22-летний житель Магистаутской области. По данным полиции, молодые люди познакомились в соцсети. Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, задержанный влюбился и решил жениться на ней. 16 января парень приехал в медорганизацию, где девушка проходила преддипломную практику. Он попросил вызвать ее, притворившись доставщика. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала. Полицейские задержали авто в течение полусуток на трассе Алматы-Самара, недалеко от поселка Жалагаш. Горе-жених сейчас находится в СИЗО. Стражи порядка расследуют дело по уголовной статье похищения человека. В Кызларде задержали одного из подозреваемых в афере почти на 3 миллиарда тенге. В Генпрокуратуре рассказали, что мужчина вместе с другими подельниками оформил кредиты на казахстанцев и обманул 235 человек. По версии следствия, Коржаов оформил фиктивные автокредиты в 2021-2022 годах. Сейчас он во дворем в следственный изолятор и ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По прогнозам сейсмологов, сильных землетрясений в городе в ближайшее время не ожидается. Тем не менее, сотрудники ЧАЭС готовят детей к сюрпризам природы. Они обучают их элементарным правилам поведения во время чрезвычайных ситуаций. К примеру, сегодня в Центре обучения и подготовки по гражданской обороне Алматы состоялись сейсмотренировки для студентов и учащихся старших классов городских школ. Молодым людям объяснили, как поступать во время подземных толчков и что нужно иметь в тревожном чемодане. Особенный интерес участники проявили к симулятору землетрясений. В случае стихийного бедствия специалисты рекомендуют не паниковать, а думать о спасении жизни. И до прибытия профессиональной помощи укрыться в наиболее безопасных местах. Раздутые штаты и руководители госорганов снижают эффективность их деятельности. Об этом на брифинге ВСК заявил заместитель председателя агентства по делам госслужбы Соловат Максимов. Он отметил, что большое количество управляющих снижает нагрузку на руководящий состав, размывает ответственность и сокращает финансовые возможности для стимулирования сотрудников. А в качестве примера привел Министерство экологии и природных ресурсов, где ровно половина сотрудников – начальники. Штатная численность центрального аппарата Министерства экологии и природных ресурсов составляет 122 единицы, из которых 61 должность является руководящей, и такая же численность – 61, то есть должность исполнительской. То есть соотношение руководящего и исполнительского звена один к одному. Также в структуре данного министерства есть отдельный департамент, где соотношение вовсе 4 к одному. То есть 4 руководителя и один исполнитель. Строительство ЖД-вокзала, озеленение города, оптимизация маршрутной сети. Сегодня в Алматы состоялась презентация нового генплана города до 2040 года. Среди ключевых аспектов документа – создание пяти новых полицентров. На этапе планирования предусмотрена вся необходимая социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. В планах построить новый ЖД-вокзал-3, входящий в комплекс проектов по развитию агломерации. Возведение зданий в десятибальных зонах сейсмической активности не выше шести этажей. Строительство около 2,4 тысяч километров сетей водоснабжения. Исторический центр остается основным центром. Там имеются проекты реновации, то есть ветхоаварийное жилье будет сноситься и будет строиться. Это бессмешанная застройка. Важно отметить, что вокруг каркаса как раз таки развивается город. Сегодня в Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь государственного и общественного деятеля. Героя труда Казахстана Сергея Терещенко. Ее установили в доме номер 121 Медеусского района, где бывший глава правительства прожил 25 лет. Сергей Терещенко был не просто человеком труда, но и любящим отцом двух девочек. На церемонии друзья, коллеги, родные и близкие первого премьер-министра страны поделились своими теплыми воспоминаниями о политике. Я вас всех, особенно супругу, дочерей, соратников, тех людей, которые лично знали его, поздравляю этим знаменательным событием. Сегодня прекрасная погода. Всю ночь шел снег, до сих пор идет. И вот во всей этой красоте мы тоже видим символизм, связанный с именем человека. Сергей Терещенко окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик. Он кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начинал главным инженером колхоза. В дальнейшем занимал ряд руководящих должностей и поднялся до первого зампредседателя Совета министров Каза СССР. С 1991 по 1994 год был премьер-министром Казахстана. Все, кто знал его лично, говорят, что он отличался своей общительностью и трудолюбием. Родные вспоминают, что вокруг него всегда было много людей, всегда был в центре внимания, он находил общий язык с любым человеком. Сергея Терещенко не стало в возрасте 71 года. Он был бы очень добрым, открытым человеком, очень любил людей, у него было много друзей. Всегда старался людям помогать. Когда я была маленькая, в основном он очень много работал и поздно приходил домой, рано уходил. Самое яркое воспоминание – это то, что всегда было очень много людей вокруг него. И постоянно какие-то встречи очень интересные были. Очень большие дастарханы всегда накрывали, окружал он теплом своих друзей и заботой. Сергей Александрович для меня, конечно, в моей жизни, в нашей семье занимает особое место. Занимал. Мы очень близко дружили, я его уважал, ценил как старшего товарища. Очень большой юридикцией, он очень много знал. Алматинские полицейские призывают водителей усилить меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий и выпавшим обильным снегом. Преимущественно обращение адресуется к тем, кто управляет транспортным средством повышенной опасности. Необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, проявлять водительскую культуру и внимательность на дорогах города. Это поможет избежать происшествий с необратимыми последствиями, отмечают специалисты. Уборка снега в Алматы проводится в усиленном режиме. По данным городского управления развития коммунальной инфраструктуры, в мегаполисе выпало 10 сантиметров осадков. Для расчистки улиц задействовали свыше 450 единиц спецтехники и около полутора тысяч рабочих. При этом бороться с возникновением гололеда на дорогах ответственные службы начали еще до снегопада. Основные магистральные улицы заранее посыпали жидкими реагентами. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 250. В городе Хуахин, где проходят соревнования, Путинцева в двух сетах обыграла швейцарскую теннисистку Викторию Голубич. Счет встречи 7-6-7-6. Обе спортсменки показали зрелищную игру, которая продлилась 2 часа 11 минут. За это время Юлия обошлась без эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейкпоинтов из 9. Следующей соперницей казахстанки станет китаянка Синью Иван, занимающая 40-ю строчку мирового рейтинга. Путинцева же находится на 70-й строчке. Победой завершился матч и для другого натурализованного казахстанца на турнире во французском Монпелье. Александр Шевченко в своем дебютном турнире за Казахстан одержал победу над представителем страны-организатора Грегором Баррером. Матч завершился со счетом 2-1 и длился 2 часа. В четвертьфинале соревнований Шевченко сразится с другим казахстанцем Александром Бубликом. Это все новости к данному часу. Более подробно о событиях дня смотрите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Оставайтесь с нами.